Всем привет дорогие друзья, с вами Глеб Задоя и в сегодняшнем видео мы поговорим с вами о том, что делать с ипотекой, нужно ли срочно закрывать ипотеку, если есть наличка, не случится ли что-то там с ней, с этой самой ипотекой. Собственно смотрите, за ипотеку мне кажется точно переживать не стоит. Если у вас есть оформленный ипотечный кредит, вы его исправно платите, у вас не плавающая процентная ставка строго фиксированная, она там достаточно низкая по сравнению с теми ставками, которые сейчас дают банки по ипотечным кредитам, вообще ни в коем случае переживать не надо. Конечно если у вас была заготовлена какая-то наличка, которую вы хотели направить на погашение своего ипотечного кредита, у вас изначально была такая задача еще там до 24 февраля, берите и закрывайте свою ипотеку, если вам так будет жить спокойнее, не вопрос. Но вы поймите простую вещь, что если вы боитесь вообще за сохранность своих денег и так далее, но поймите простую вещь, что если у вас условно говоря сейчас есть остаток по ипотеке, условно миллион рублей под 10% годовых допустим, то за год вы условно переплатите по вашей ипотеке 100 тысяч рублей. И если у вас этот миллион рублей есть сейчас в наличке и вы переживаете очень сильно за его сохранность, вы можете эти же самые рубли сейчас положить на банковский депозит под 20% годовых. И если у вас есть денежный поток, чтобы гасить ипотеку, вы можете этим миллионом так распорядиться, то вы можете его положить на банковский депозит и за год он вам перекроет все проценты, которые у вас накопятся по этой ипотеке и так далее. Поэтому в принципе сейчас есть вариант наличку, которая была заготовлена на погашение ипотеки, просто отнести на банковский депозит и таким образом даже выиграть на разнице процентных ставок. Поэтому за ипотеку переживать точно не стоит, я переживал за сохранность своих денег сейчас. А закрывать или не закрывать ипотеку, это уже решайте сами. Всем большое спасибо за внимание и пока-пока.